Недавно произошел скандал с так называемой молитвой для масонов. Я хотел бы сейчас прокомментировать кратко как собственно то, что произошло в Елуховском соборе, так и в целом рассказать об отношении православия к масонству. Вообще должен признаться, что на заре моего церковления для меня долгое время масоны представлялось чем-то вроде фольклорных персонажей. То, как они описывались в литературе, как это все подавалось с некой такой гиперболизацией, что вот они там вот такие злые силы, которые они повсюду, они на все влияют, они все знают, они все могут. И при всем этом я лично с ними никогда не сталкивался, я лично не видел никого, кто считал бы себя масоном, то это воспринималось, ну, как что-то, знаете, вроде Баба-Яги из сказок. Но позднее, когда я уже начал ездить по миру, я стал встречать в разных странах, самых разных странах, строения, на которых написано большими буквами «Масонский храм». И эти строения я видел в самых разных уголках земного шара, от Филиппины до Карибских островов. И через это я понял, что, на самом деле, масонство, оно существует вполне себе живо и активно действует в разных странах мира. Есть сейчас и в России люди, которые называют себя масонами. Ну, это такое возрожденное масонство, поскольку при советской власти это масонство прежнее, которое было в России до революции, оно, в общем-то, исчезло фактически. Ну, а вот там, в послесоветские годы уже с помощью западных масонских организаций это всё как-то снова появилось здесь, всякие масонские ложи, которые имеют сейчас свои сайты в интернете, на которых они освещают свою деятельность и так далее. Есть у них и свой масонский храм в Москве, по крайней мере, то, что они считают храмом. И вот для этого храма они сейчас собирают святыни разных религий, и на сайте главной российской масонской ложи появилось недавно следующее сообщение. 10 июня в Елоховском Богоявленском соборе состоялась молитва для братьев масонов и их жен. Были освящены две православные иконы, которые в ближайшее время будут размещены в новом храме Великой Ложи России в Москве. Специальную закрытую службу посетил великий мастер Андрей Богданов и прочие люди, упоминающиеся здесь. Среди почётных гостей был великий мастер Великой Ложи Испании с супругой. В ближайшем будущем братья, исповедующие другие религии, представят реликвии для размещения в храме Великой Ложи. По этому поводу отец Александр Агейкин, который совершил освящение икон, сообщил, что от него скрыли эти люди свою принадлежность к масонской организации, равно как и то, для чего именно они предназначают эти иконы. Собственно, с просьбой совершить освящение икон к нему обратился его прихожанин, лично ему известный и ранее не проявлявший каких-то там знаков своего отношения к масонству или ещё к чему-либо, связанному с масонством. И вот, собственно говоря, вот этот человек, он и организовал эту провокацию, сказав отцу Александру, что это вот мои друзья, собираются там хорошее дело сделать, хотели бы осветить иконы. По поводу испанца, которого они привели тоже, они просто сказали, что это наш испанский друг, которому интересно посмотреть, как у нас там всё в православном храме происходит. И, собственно, вот доверившись своему прихожанину, отец Александр и совершил это освящение икон. О масонстве он имел весьма смутные представления, даже думая, что это что-то связанное с политикой. Но вот эта ситуация помогла как раз отцу Александру разобраться в том, что из себя представляет масонство. Так что позднее он стал уже называть масонство лжеучением и благословил на сайте Луховского собора разместить материалы с осуждением масонства. Ну а что касается вот этих московских масонов, то они в данном случае подтвердили справедливость того, что традиционно говорят о масонстве, как об организации, которая действует с помощью лжи, введения в заблуждение и сокрытия своих подлинных целей. Вообще, конечно, вот именно перед записью этого видео я немножко познакомился с их нынешним главой, вот этим так называемым великим мастером Великой Лужи России. И его биография, она оставляет такое комичное впечатление. Человек, который одновременно был и главой Демократической партии России, и в то же самое время Коммунистической партии социалистической справедливости. Основная его партия на выборах 2007 года набрала 0,13%. Сам он выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы 2008 года, на которых получил 1,3% голосов. За него проголосовали 960 тысяч человек. И это тем забавнее, что для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты, нужно собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. И господин Богданов эти 2 миллиона собрал и предоставил в начале января 2008 года, а в начале марта того же года, то есть 3 месяца спустя, за него проголосовало меньше миллиона человек. Интересно, не правда ли, как же можно за 3 месяца потерять более половины своих сторонников? Ну, или он не терял, на самом деле, своих сторонников, это были липовые подписи, более миллиона. Это был обман, как и в Елоговском соборе, только обманывали не церковь, а избирательную комиссию. Ну и вообще, конечно, 1,3% – это какая-то насмешка над представлениями о мощи и влиятельности масонства. И если вот это главный масон России, великий мастер, великое ложе, многократно переизбираемый, то, конечно, возникает вопрос, какие же там малые мастера, малых лож. Там в его биографии указано, что некоторые партии, в которых он состоял, вот конкретно в правом деле, рекомендовали Богданову не выступать в СМИ от лица партии, поскольку это не способствует популярности партии, а избирательному штабу рекомендовали не использовать его образ в предвыборной агитации. И вот именно такого человека российский масон выбирает своим лидером и, так сказать, парадным лицом. Может быть, конечно, это какой-то хитрый план масонства, но, честно говоря, вот мне вспоминаются слова святителя Игнатия Бринчанинова. «Масонство – этот мыльный пузырь мнимой мощи и псевдоинтеллекта в первую очередь надувается духом времени. В любой момент истории возьми на пробу содержимое этого пузыря, и ты поймёшь, что носится в воздухе». Но как бы то ни было, эта масонская организация существует в России, и она действует в том числе активно и публично, и открыто, и набирает в себе сторонников, и использует в том числе, как мы видим, православные иконы. Понятно, для чего? Для того, чтобы создать впечатление, что будто бы масонство не противоречит православному христианству, и православный христианин может быть масоном. Однако это совершенно не так. И я хотел бы предложить вашему вниманию как раз-таки свидетельство священного предания православной церкви об отношении к масонству. Слова святителя Игнатия я уже привёл. Можно вспомнить свидетеля Иннокентия Пензенского, который выступал против разных мистических течений, в том числе выступал и против масонства. Это в момент его расцвета в России, в начале XIX века, до того, как оно было запрещено в 1822 году. Высказывались о масонстве и другие русские святые, в частности, священномученик Павел Дернов, который даже написал небольшую книгу или брошюру, которая называется «Масоны, как враги христианской церкви и государства». Тут, собственно говоря, и само название весьма красноречивое. И в этой работе священномученик Павел говорит «Воспитание в себе духа веры Христовой через постоянное общение с Богом в молитве да будет средством, подкрепляющим нас на деятельную и обязательную для каждого члена Христовой Церкви борьбу с противохристианскими и масонскими течениями жизни». Также священномученик Мефодий Красноперов в те же годы, в начале XX века, публично говорил «Масонство вместе с сектанством – это страшная боговраждебная сила, быстро распространяется в мире христианском. В массе печатных изданий своих оно откровенно обещает в неналеком будущем развеять по ветру пепел современного христианства». В свою очередь, святитель Серафим Соболев на Московском всеправославном совещании 1948 года в своем докладе говорил, что масоны – это исконные враги православной церкви. Говорили об этом и святые других поместных церквей. В частности, святитель Николай Сербский говорил «Опасность, которую несет масонство, превосходит все другие опасности от еретических сообществ. К сожалению, с масонством связаны многие интеллектуалы. Это новое арианство, и нас ожидает великая борьба, в которую мы должны бесстрашно вступить во имя Господа. Самая большая угроза для христианства в мире – это не большевизм или что-то другое, а масонство, потому что этот враг одновременно внешний и внутренний. Мы говорим, что христианская вера – это единственная религия, связывающая человека с Богом, и что истинно только православие, а масоны отрекаются от Евангелия и от Христа, ставя его на один уровень с Моисеем, Буддой, Мухаммедом и т.д. Также и преподобный Порфирий Ковсук Клевит говорил «Масоны ведут невидимую войну против христианства, поэтому они и опасны. Они не говорят тебе «Не крестись, не ходи в церковь, не ходи на исповедь», но говорят «Ходи, ходи, но заходи к нам». Их пагубное влияние действует очень медленно и незаметно, так что ты и сам не поймёшь, что в какой-то момент в действительности уже перестал быть христианином и стал масоном. А преподобный Паисий Святогорец описывал масонство как одно из щупалец дьявола, через которых он пытается завладеть богатыми людьми. Кроме этих высказываний отдельных святых также имели место и соборные осуждения масонства, в частности Собор Русской Зарубежной Церкви в 1932 году осудил его, обозначив масонство как непримиримого врага христианства и как тайную интернациональную мировую революционную организацию борьбы с Богом, с христианством, с церковью. В качестве подтвердения приводится высказывание французских, бельгийских и испанских масонов, направленное против веры в Бога, против религии, в особенности христианской религии. И, конечно, многие масоны, масонские ложи провозглашают, что они верят в Бога, они говорят, по крайней мере, в великого архитектора Вселенной, так они такие слова употребляют, и они как бы отмежевываются от этих атеистических масонов. Ну, вот по этому поводу далее говорится. Обычно русские масоны стараются отмежеваться от мирового масонства, утверждая, что русские ложи якобы не имеют ничего общего с ложами других стран. Но такие заявления не соответствуют истине. Ни один русский масон не может утверждать, что не имеет ничего общего с безбожным масонством других стран. Принимая во внимание все вышеизложенное, Священный Собор определил осудить масонство как учение и организацию враждебную христианству, вменить в обязанность пастырем церкви спрашивать приступающих к исповеди, не состоят ли они в масонских организациях, не разделяют ли этих учений. И если окажется, что состоят или разделяют, то разъяснить таковым, что участие в указанных организациях несовместимо со званием христианина. Что таковые должны или решительно отказаться от масонства и сродных с ним учений, или, если они этого не исполнят, не будут удостаиваться святого причастия и при дальнейшей нераскаянности будут отлучаться от Святой Церкви. Соборное осуждение масонства состоялось также в Илладской Православной Церкви в 1933 году. В решении ее архиерейского собора говорится, что масонство – это не простое филантропическое объединение или философская школа. Это религия со своим культом, религия чуждая и враждебная христианству. На первый взгляд кажется, что масонство уживается со всякой религией, так как не придает большого значения тому, какую религию исповедует каждый из посвященных. Однако это как раз и объясняется синкретическим характером масонства, которое незаметно возводит себя в степень сверхрелигии, считая все остальные религии, не исключая и христианство, второстепенными. Мы, все иерархии Илладской Церкви, заявляем, что масонство несовместимо с христианством и что верные чадо Церкви должны его удаляться, не подобает, принадлежа Христу, искать вне его искупления и нравственного совершенствования. Клирики, состоящие в этой организации, должны быть извержены из сана. Тем же, кто вступил в масонство без тщательного размышления о том, что представляет из себя эта организация, следует рекомендовать порвать с ней всякую связь. В 2014 году Священный Синод Илладской Православной Церкви снова повторил осуждение масонства, заявив, «По предложению Синодальной комиссии по вопросам ересей Священный Синод решил выступить с окружным посланием и подтвердить перед православными верующими свою позицию. Священный Синод вновь осуждает масонство и полагает его несовместимым с верой православных христиан». Само масонство, насчитывающее уже несколько веков истории, конечно же, явление неоднородное, много разных было течений, между которыми были отличия свои, какие-то противоборства и так далее, но лично я не считаю нужным входить в какой-то разбор истории масонства и всех его течений. Самое главное – это то, что отношение к масонству выражено Церковью неоднократно, как устами ее святых, так и соборное отношение. Это однозначно негативное. Если кто-то желает узнать больше о православном отношении к масонству, то я рекомендую книгу Архимандрита и Эпифания Феодорополуса. Кажется, она называется «Масонство в свете истинной». Я поставлю ссылку на нее в описании под этим видео. Ну, а что касается вот этих московских масонов, с которых мы и начали, то, к моему убеждению, вот эти иконы, которые они поставят в свое капище, нисколько им не помогут, напротив, будут служить их обличением, обличением их методов, основанных на лжи. А кто такой отец лжи, мы знаем из Евангелия, это дьявол. И молитвы эти, опять же, я убежден, если кто-то и будет молиться там перед этими иконами, Богом услышаны не будут. До тех пор, пока эти люди не принесут покаяние, не отвергнут свое участие в масонстве и не вернутся с покаянием в православную церковь.